Морская академия С детства я мечтал о путешествиях, о кораблях, дальних странах, но попав сюда, понял, что до этого еще очень далеко. Как известно, первокурсник был самым несчастным в создании. Ранние подъемы, стрелые занятия, бесконечные наряды и приборки ни на миг не позволяли расслабиться. Вертикальный, ограждающий угол. Здесь мы находим ориентир. Казалось, что от такой жизни можно сойти с ума, и даже трудно было себе представить, что впереди у нас было еще 4 года учебы. Последний месяц перед летними каникулами выдался особенно тяжелым, и только лишь мысли о плавательной практике помогали выносить все эти муки. Моря и океаны уже манили нас, ведь до ее начала оставалось всего несколько недель. Моря и океаны уже манилина. К тебе посетитель. О, раз, два, три, четыре, пять. А? А, мама? Здравствуй, сынок. С днем рождения. Это что у тебя? С днюха, что ли? Ну, да. О-о-о-о-о, вот это ну. И ты волчал. Да ладно, ну днюх и днюх, что такого? Да слушай, что ты говоришь? Ладно. Сколько тебе стукнуло? Восемнадцать. 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 Ну, цапик. Давай. Что берем? Пиво, пиво берем. Подождите, парни. Я думал, просто чай с тортиком попьем и отметим. Да ладно, цапля, ну как будет чай? Цапля, не суети. Тортиком и потом закусим. Вот, правильно. Лоб, чай берем? Ребят. Да, я даже не знаю, а. Завтра же будет построение. А потом, если с перегаром попали, то хана. У вас уже есть скания. Цапля, ну ты на восьмнадцать лет пьет чай. Блин. Я не знаю, ребят. Это просто мама торт принесла. Я вообще не собирался отмечать. Цапля, тебе восемнадцать лет. Ты взрослый мужик, цапля. Цапля, отрежь пуповину, ну. Слушай, ты маму с тобой на практику возьмешь? А там палубу с дябой драйвить, да? Нет, конечно. Короче, цапля, давай рожай, а. Ну не ломайся, от цапля. Давай, давай. Ну ладно, чуть-чуть взять можно. Только чтобы чисто символически взять. Ну вот, отставь, да прекратись. В натуре, цапля, а то будешь нас как пряник. Я не пью, я не пью. Ну я тогда пойду. Давай, 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 цапля, отправляйся. Цапля, минералку случайно не купи? Цапля. Цапля. Ну чё, когда уж? Ща, пацаны, ещё минут двадцать. А вы достали уже. Дежурный давно уснул. Кишка, глянь. Тихо. Пряник, вставай. Вставай, вставай, пряник. Что было? Отстань, Мороз, я спать хочу. Врагу не сдается наш гордый варяг пощаст. Все спокойно. Кам вы, ну не разливай же. Ну чё? Давай тост. А чё я? Да давай. Ну не томи лоб. Короче, запернатых. Давай. Цапля, 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 цапля. Ля. Ля. Давай по второй цапля. Ну? Это всё. Ты чё? С тобой думаешь? Смысли всё. Пива больше нет. Ну, я думал, мы чисто символически. Это что, получается, я полночи ждал, чтобы кружку пива выпить? Ну, ты даёшь, Саша. О, от души. Цапля, ты понимаешь, что ты пацанам праздник испортил? Чё ты за человек, цаплян, а? С днём рождения. Ох, царень небесного. Да, действительно, как-то мало получилось. А чё теперь делать? Дверь в экипаж уже закрыта. Не знаю. Да всё, цапля, расслабься. Что-то надо делать. Пойду в курилку, может, придумаю чё. Да что ты придумаешь? Саша, Саша. Бакуанты, а не цапля. Спасение прибыло. Какое спасение? Лоб, к подвигу готов. Чё? В ларёк бежим. В смысле бежим? Ты ничего по мне придумать не мог? Пятый этаж, Мороз. Правда, Мороз, ну выпили, хватит, а? Давай ложиться спать. Да чё ты стремаешься, ну? Сбегаем по-быстрому, туда, обратно. Казанков, каждую ночь в ларёк мотается. Ну, глянь в окно. Ночь. Луна. Приключения. Будешь ты детям на старости лет рассказать. А, ковыль, встали на страховку. Не, Мороз, я пас. Парни, встаньте кто-нибудь на страховку, ну? Не, Мороз, не вариант. Да тормозите, пацаны. Забудь, Мороз, погуляли уже. Сань, ты-то поможешь. Слушай, ты вообще меня в эту ситуацию не впутываю, хорошо? Я не собираюсь за вас отвечать, если вы сорвёте. Типун тебе на язык. Ты сорвёшься? Угу. Ну вот. Погуляли и хватит. Всё, ложитесь спать. Цаплин, захлопли клюв и дуй в гнездо. Пряник. Пряник. Пряник, польём? Мороз, я же сказал, я сплю. Угу. Кто тут у нас получил пятёрочку по узлам? А? Кто тут у нас получил? А? Тащи, 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 тащи! Ну че, парни, налетай! Пряник, отвязывай! Тихо, тихо! Кого пойдет? Угороди его, быстрей! Пряник не тяни, ну! Какого черта тут происходит? Я спрашиваю, что здесь происходит? Так... Вам что, непонятен мой вопрос? Что происходит, курсанты? Сама Волка! Да кто вам? Фамилии! Фамилия! Лобанов! Твоя! Морозов! Фамилия! Курсант! Фамилия! Пряников! Лобанов! Морозов! Пряников! Все ясно! Доигрались ребята! Завтра рапорт у командира на столе! Товарищ дежурный воротик! Спокойной ночи! Парни! Ну давайте что-нибудь придумаем! Я не хочу, чтобы меня из академии отчислили! Пряник! Это у тебя будет первый выговор! А у нас с Албом третий! А за что мне выговор? Я с вами никуда не лазил! Пива не пил! Никто тебя не отчислит! Лоб! Это как родителям скажешь? По телефону же не скажешь? Я тоже не знаю, как бате сказать. Он хотел, чтобы я штурманом стал. Надо как-то сразу сказать. Парни. Я думаю, выход есть. Товарищ капитан второго ранга, разрешите войти? Входи, Цеплин. Товарищ капитан второго ранга, разрешите обратиться? Да, обращайся. Я хотел бы признаться в дисциплинарном проступке. Ну, давай. Рассказывай, что он творил. Ребята ничем не виноваты. День рождения. Я поздно вернулся. Я крикнул, ну, кинул камушек и разбудил курсантов. Лобанова, Морозова и Пряникова. Камушком. А они по шлангу затащили меня наверх. В кубрик. А дежурный вечером. Затал их за скручиванием шланга. А я притворился спящим. Испугался. Я хотел сказать, что ребята ни в чем не виноваты. Это полностью моя вина. Что за бред ты мне тут рассказываешь, Цаплин? Это не бред. Я действительно вчера вечером залазил по шлангу. Ты хоть знаешь, что положено тебе за твой проступок? Да. Строгий выговор. Строгий выговор! А ты так спокойно заявляешь! А все потому, что для вас строгий выговор. Это пустой звук. А знаешь что? Думаю, я не буду давать тебе строгий выговор. Я поступлю иначе. Ты летом на практику собираешься? И кто тебя берет в штат? Греки? Так вот, я напишу ханатайство в отдел практики о перенаправлении курсанта Цаплина с грейской судоходной компанией в наш порт на буксир. А этих трех орлов в грейскую компанию в качестве моральной компенсации от Цаплина. Так что не стоит геройствовать, где не нужно. Вот у меня рапорт на них. Иди. Считай, что я не слышал все, что ты мне сейчас рассказал. Ребята ни в чем не виноваты. Это целиком, полностью моя вина. Эх, Цаплин, Цаплин. Ну, раз виноват, значит виноват. Ну че? Нормально все. В смысле? Никого не отчислят. Плюс строгач. Саня. Саня. Спасибо, Сань. Вернувшись от командира, я ни на секунду не сомневался, что он сдержит свое слово. Но вот чего я никак не предполагал, что на следующий день ребята напишут заявление о переводе на практику в наш порт и разделят наказание со мной. Саня. Сань. Иди сюда. Сюда иди. Чего? Он ее сломал. Да не ломай ничего. Он ее сломал, ты понимаешь? Он ее сломал. Он ее сломал. Он. Он не сломал. Он ее сломал. Ха-ха-ха. Он проблемал. Идем были разброспемиды. Я ся нам столько. мое верно. Это не命! Буду спать, постлер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok